МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Александр Климов, старший дознаватель отдела дознания Октябрьского района города Рязани. Здравствуйте! Сегодня хотел вам рассказать о преступлениях, предусмотренной части 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, что является тайным хищением чужого имущества. Кража является самым распространенным видом преступлений, составляет около 40% от всех совершаемых преступлений. В настоящее время участились случаи краж в магазинах, а также торговых центрах системы самообслуживания. В Октябрьском районе с начала 2017 года зарегистрировано около 250 фактов краж, половина из которых относится к именно таким вот кражам. Основным предметом данного преступления выступают продукты питания, алкоголь, а также парфюмерная продукция и одежда. Лицами, совершающие эндемиальные преступления, являются в основном лица, ранее судимые за преступления подобные, также лица, употребляющие алкогольную продукцию, наркотики, а также лица, имеющие постоянного источника дохода, испытывающие сложное финансовое положение. Совершение указанных преступлений данными лицами в основном обусловлено тем, что пытаются граждане извлечь личную материальную выгоду, а именно перепродать похищенное имущество случайным гражданам, водителям такси в точке розничной продажи. То есть такое бывает? Да, по более низкой цене, поэтому извлекают какую-то из этого личную выгоду, зарабатывать на самом деле. Помимо банального самостоятельного употребления и использования похищенных товарно-материальных ценностей магазина. Так у нас вот уже давно такие супермаркеты открылись, и у нас из года в год меняется тот уровень денежный, на который, грубо говоря, можно вынести из магазина и не быть привлеченным к уголовной ответственности. Расскажите, как развивалась ситуация и что сейчас у нас происходит? Да, действительно, ценовой порог в настоящее время поднялся. Если ранее уголовная ответственность наступала при хищении товарно-материальных ценностей на сумму свыше тысячи рублей, то в настоящее время для части 1-й 158-й статьи Уголовного кодекса необходимо похитить товары на сумму свыше 2500 рублей. А если на 5000, вот я похищу? Да, при хищении товара на сумму свыше 5000 рублей, если собственником магазина является физическое лицо, то ущерб становится значительным, то есть это будет часть 2-я, пунктовая часть 2-й статьи 158-го главного кодекса. Если собственник магазина является юридическое лицо, все равно ответственность наступает по части 1-й 158-й. Так, ну а если вот опять же человек пошел в магазины и похитил меньше, чем на 2500 набрал, что ему грозит и как это все потом отразится на его дальнейшей судьбе, карьере, общении с близкими? В данном случае уголовная ответственность не наступает, то есть хищение до суммы 2500 рублей у нас относится к административному правонарушению и подпадает под мелкое хищение. То есть человеку будет составлен протокол и выписан штраф на сумму 500 рублей. А 2,5? То есть он похитил, съел, или даже в магазине съел на 2,5, а выплатил 500 рублей? Да, но сейчас... Да, так и есть. Это как-то странно. Но предусмотрено сейчас тоже есть статья уголовного кодекса, то есть если лицо подвергнуто административному правонарушению, я не могу до сих пор поверить. Простите, продолжайте. Если неоднократно был подвергнут административному правонарушению за мелкое хищение, то возможно его дальнейшее привлечение к уголовной ответственности по факту неоднократности. По каким критериям вы их отбираете? Кто больше все-таки съел? Нет, ну то есть на человека в течение года, если составляется протокол... Ну сколько должно быть, чтобы наступило вот уже уголовное? То есть сколько раз можно украсить по 2 тысячи? Повторное, достаточно. Достаточно? Второго раза. За один год? Да. А что же делать, если человек прошел через кассу, подумал, поймают меня, отдам деньги. Не поймают – хорошо. Можно ли так на месте решить ситуацию в магазине, если это до 2,5 тысяч или если это уже больше 2,5 тысяч? Решаются такие проблемы на кассе? Данная информация особо нам неизвестна. Конечно, такие случаи имеют место быть, но это все делается на усмотрение собственников магазина, представителей их службы безопасности. Вообще, по идее, они обязаны сообщать правоохранительные органы о каждом факте таких хищений. То есть они обязаны, да? Охранники, вот все, кто там работает, должны за этим наблюдать. Какие у вас есть, может быть, рекомендации для магазинов, потому что здесь они пострадавшие все-таки? В первую очередь, существуют следующие профилактические меры с целью недопущения хищения из магазинов. В первую очередь, это установка собственных магазинов систем видеонаблюдения, поскольку это является и дальнейшим доказательством по уголовному делу, а также способствует раскрытию преступлений, установлению личности преступников. Также обязательно установка систем антикражного оповещения, наличие охраны магазина, и также необходимо, конечно, персоналу магазина следить за подозрительными клиентами. В первую очередь, лицами, находящимися или имеющими признаками опьянения, неопрятно одетыми, ну и странно, и подозрительно себя ведущими. Так, а куда же прячут в основном? На что обращать внимание? Похищенное имущество прячут злоумышленники как под одетую над них одежду, куртки, цветара, прочие брюки, поясной ремень. Также и заранее приготовленную или принесённую с собой ручную кладь, сумки, пакеты и прочее. Францы, рюкзаки. Когда ты видела, что какая-то женщина в цыганской юбке прямо в юбку закидывала, какая-то у неё специальность подкладкой была, такие изобретения у нас есть в Рязани? Изобретений множество, то есть народ гораздо на что угодно, но и в рукава как бы куртки, и в капюшоны, и даже вот убирают под брюки, то есть вот так же используют часто поясной ремень. Но специальных никаких вот таких нашивок не шьют на одежде? В основном нет, да. А как же в основном всё-таки выявляются такие правонарушения? Кто замечает и как? В чём сложность кражи? То, что она осуществляется тайно, то есть люди не видят сам факт хищения. И выявляется оно уже как бы по факту. Либо при просмотре камер видеонаблюдения, либо при проведении ревизии инвентаризации в магазине. Но чаще всего как получается? Прямо в магазине ловят преступника, так скажем? Зачастую, да. Или уже когда вот он растворился, мы понимаем? Что делать в этом случае тогда? Каких чаще вот моментов? Чаще всего, конечно, преступника замечают ещё сотрудники магазина. Есть там специалисты по видеонаправлению, то есть которые операторы видеокамер. То есть они просматривают видео, замечают какого-то подозрительного, либо ранее совершавшего уже неоднократное хищение лиц, о которых потом сообщают сотрудникам торгового зала, либо кассирам, и сами также по видео обслеживают их. Если такой факт замечен, соответственно, человек, когда проходит линию касс, потом задерживается сотрудником охраны, то есть преступление окончено. Если всё-таки растворился, ушёл, часто находите? Ну, такие преступления раскрываются довольно часто, потому что, в принципе, контингент уже известен, лица совершают примерно одни и те же, так что никто не наказанным не уходит. Вы уже их узнаёте на камере, наверное? Да. Так, ну а если в том же магазине, или в автобусе, или в троллейбусе была совершена какая-то другая кража, ну, например, мобильного телефона или кошелька, это тоже вы с этим разбираетесь? Да, разбираемся с такими кражами тоже мы, потому что мы, опять же, зависим от стумы телефона, похищенные вещи, количество денежных средств, находящихся в кошельке. Ну вот давайте про кошелёк, например. Опять 2,5 тысячи и 500 штраф? Да. Вот. Вот, ну опять же, смотря, хищение кошелька может произойти как из ручной клади, допустим, из сумки, кармана, тогда это как бы уже более тяжкое преступление, предусмотрено там в части 2-й, 158-й кражи. Если путём свободного доступа, то есть оставил кошелёк на кассовой линии, допустим, если это магазин, либо на сидении в автобусе, но не видит момента совершения преступления, то это относится к части 1-й, 158-й, и расследование проводится с дознавательными органами внутренних дел. А если шёл, шёл и нашёл кошелёк, это тоже кражи? На таких случаях, конечно, нет. Там должен быть прямой умысел, направленный на хищение, но при находке подобных вещей необходимо, конечно, сообщить в полицию, потому что люди ищут. Присвоение таких вещей может быть потом тоже истолковано как преступление, то есть похищенным имуществом. Но если человек сам оказался невнимательный, не помнит, где и как оставил свой кошелёк, его кто-то взял как раз с кассы, пока он отвернулся, как разбираться в данной ситуации? Или в автобусе там вообще нет камер чаще всего? Как разбираться, что делать таким? По такому факту в любом случае проводится проверка. Если гражданин уверен, что данная вещь была у него похищена, а не потеряна или не оставлена где-то, возбудится уголовное дело по факту. А вообще у нас больше всего краж в вашем драгоценном Октябрьском районе именно в магазинах происходит? Да, основная масса – это увеличение роста, краж именно в магазинах. А она увеличивается с каждым годом? Да. А почему же цена тогда за уголовное наказание тоже растёт? Это вопрос вообще неизвестный. Вопрос? Да. Неизвестный? Может, потому что продукты дорожают? Возможно. Может быть, так? Ну, поднятие, опять же, уровня зарплаты, минимальный размер оплаты труда, наверное, с этим связан рост, повышение ответственности. Какие-то изменения в этом направлении ещё планируются? Знаете ли вы? Пока о каких-то изменениях ничего не известно. То есть изменения, они, в принципе, достаточно свежие. Так что работа ведётся. Есть ли у вас интересные примеры? Вот расскажите. Мне не интересные, просто как статистические. Давайте статистические мне. Так, в феврале-январе 2017 года гражданин К совершил серию подобных краж из магазинов. Предметом преступления был дорогостоящий кофе, а также предмет бытовой химии, а именно шампуни, которые данный гражданин впоследствии реализовывал случайным прохожим по низкой цене, таким самым зарабатывал деньги. При совершении очередной кражи данный гражданин был задержан, был в дальнейшем осужден, ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Вот я как раз хотела спросить, у меня сразу две мысли. Во-первых, это такой вот бизнес, да, у нас народ пытается устроить. А во-вторых, вообще, действительно ли можно оказаться в тюрьме, да, и как часто такое происходит, вот в частности, в вашем районе, за этот год, за прошлый, вот какую-то статистику. Ввиду того, что преступление, часть 1-й, 158-й относится к категории небольшой тяжести, вот в основном, если лицо, впервые совершившее преступление, назначаются либо штрафы, либо условное осуждение. И уже при повторном совершении подобных преступлений, судом может быть назначено лишение свободы. И, то есть, допустим, в январе украл, в феврале украл, это уже уголовное началось, допустим, дали ему условное, и через полугодика он опять что-то украл, все? Да, могут заменить либо условное осуждение, потому что устанавливается определенный испытательный срок, вот, при нарушении которого судом может быть избрана либо отмена условного осуждения, с ходатайской уголовной исполнительной инспекцией, либо, ну, уже приговор будет с реальным лишением свободы. То есть, два года, да? До двух лет максимально. Ну, ввиду того, что в основном их ловят сразу, вот, то есть, тут уже факт становится открытого хищения, это уже грабеж, грабеж средней тяжести преступления, то есть, лишение свободы уже до четырех лет. Кого открыто ловят? Ну, то есть, человек, да, видит, что там совершает хищение в магазине. Это уже не хищение? Не хищение. Хищение? Ему кричит кто-нибудь из персонала магазина, там, стой, остановись, выложи товар. То есть, для человека становится очевидным, что его действия замечены. А он продолжает. Ввиду этого, да, уже преступление квалифицируется как открытое хищение. То есть, грабеж, часть 1, статья 161 Головного кодекса. Как интересно он дальше действует? Пытается убежать, вот, либо ему это удается, либо задерживается охраной также. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. И желаем вам хорошей работы, чтобы все ваши преступления, которые у вас там происходят, всегда раскрывались. Большое спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин